Скажите, пожалуйста, вот у вас тут, вы говорили, вроде какая-то работа идет, с кем как эта работа проводится? Вопрос не конкретен, какая работа? Ну, имеется в виду, неверующие люди приходят, когда в храм, как вот их до крещения допускают, прежде всего с ними какая-то работа идет, кохизаторская отозывает. А, то есть вас интересует вопрос о том, как мы готовим людей. Да, готовите к окрещению отношения. К окрещению, ко всем этапам этого дела и ко всему остальному. Мы готовим по-всякому, по-разному, конкретно касательно каждого человека. Потому что есть люди, которые, скажем так, более выполняют заповеди Христа, чем многие крещеные. И поэтому они уже готовы к тому, чтобы выполнить таинство крещения без всяких дополнительных подготовок. Есть такие, которые приходят все же в храм Божий, для того, чтобы посмотреть, послушать, сопоставить свое житие, бытие с тем, что слышат они в церкви. Потому что ни в одном храме никто не слышит, кроме службы и проповеди, если она есть, где в каком храме Слово Божие. Поэтому они приходят, им интересно. Но к окрещению еще далеко. Некоторые приходят детей крестить, крещеные сами уже. И когда начинают с ними беседовать, крестными, потому что они же духовно отвечают, да и родители отвечают за своего ребенка, оказывается, что они вообще никакие. Поэтому, как такового подхода, однозначного или одноименного к этому вопросу, просто существовать не может. Мы должны выполнять ту заповедь, которую дал Господь. Идите, научите крестя, здесь депричастный оборот стоит, крестя во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть, научить крестя. И если мы начинаем ту плазейку какую-то находить себе, выдумывать что-то, это не по заповеди Христа получается, это получается по произволу нашему. А для того, чтобы человек был духовно просвещен, нужно заниматься. Вот у меня лично три военных подразделения. Полк, в 943, в котором мы уже много лет работаем. В четверг занятия идут. И приказ командира полка. Войсковая единица, которая стоит по плану на занятиях, присутствует вся. Вреда не будет. То есть, там и буддисты, там и мусульмане, там и кришнови, там и баптисты, там и адвентисты, там кого только нет. Они все сидят на занятиях в специальном помещении и слушают то, что идет по теме. То есть, у нас есть план, темы, подписанные мною, утвержденные командиром полка. И по этим темам, по этому плану мы работаем. Значит, в этом плане что? Только донести до человека Слово Божие. И никакой отсебятины. Потому что у нас эта отсебятина приводит к тому, что каждый приход переругается внутри самого себя. Как это было с НННом, как это было с паспортами, как это было во всем. То есть, провокационный подход. Ничего от себя не должен никто добавлять. Он должен только говорить то, что сказал Бог. И то, что он нам разрешил говорить. Вот поэтому и на занятиях по соответствующим темам о сотворении мира, о сотворении человека, о предназначении человека, для чего он Богом сотворил. О том, что каждому человеку ангел-хранитель предается Богом. И даже машину мы освещаем, ангел-хранитель предается. То есть, ангельские силы служат человеку. О Матери Божией, о святых, о том, что вот у нас есть в православии, да? Обо всем этом мы говорим. И как результат. Через 5-6 месяцев желающих креститься становится много. Крестятся мусульмане, крестятся буддисты, крестятся крешноиды даже. Ну, соответственно, чин отречения, там все это, да? Заполняется 9-ти тонны бассейн, стандартный армейский, около, ну, на центральной аллее полка. Присутствует весь полк. Выстилается все это, соответственно. Начальник тыла выдает простыни, и подстелить, и вытереться, и замотаться в простынь. Освещается вода, и вода вот так вот фонтанчиками играет. Обязательно в этот день, какой он бы не был, с утра пасмурный, или там дождливый, или что, обязательно выходит солнце, вот уже сколько лет, вот уже почти 10 лет. Всегда. И произвуем Таинство Крещения. Безусловно, никаких там крещенской воды наливания этого нет. Полный чин, как положено, с освещением воды и всего остального. И в этот бассейн, соответственно, полностью ныряют. А после этого множество желающих просто поплавит, поплавит в бассейне. Я разрешаю, пожалуйста, плавайте, купайтесь, свеченая вода. То есть вот такой вот вариант катехизации. Вот мы так и работаем. А в пятницу у нас божественная литургия. То есть подразделение, которое сидело на занятиях, оно все в полном составе, в полном составе, кроме тех, которые по роду своего значит, вероисповеданческого значит, понимания не приходят. То есть все крещеные, все стоят на литургии. Хочешь ты, не хочешь ты. На гражданке он, конечно, не захотел бы, не ходил бы годами никогда. Но здесь он стоит, на литургии. Исповедоваться хочет, пожалуйста, не хочет, пожалуйста. Да тут насилия нет. Но исповедь происходит вся в четверг. Вот занятия провели. Кто желает исповедоваться? Пожалуйста. Один, второй, третий. Пошло, пошло, пошло. Там грехи страшные бывают у людей. Но они привыкают уже к этому. Они уже понимают это. И уже, соответственно, абсолютно серьезно относятся. И множество писем приходит потом, что батюшка, вот бы сидел в тюрьме, но вспомни вот эту тему на занятиях. И я на свободе. А братки мои все сидят. Переезжают сюда. Селятся здесь. Те, которые, ну, с разных регионов страны. Мы хотим рядом жить. Мы хотим вот ходить в храм суда. Мы все. То есть в армии и вообще в любом месте должны идти плановые занятия. Без плановых занятий, без системы подготовки, мягко говоря, ничего не получится. И все, которые приходят в храм, просто заходят, побыл, свечку поставил, послушал, причастился даже. Все равно это так зашел, ушел. А вот когда система, вот получается, тогда результат. Результат получается хороший. Это что касается подготовки к крещению. Вот так мы это дело делаем. Если, допустим, на гражданке здесь, вот у нас, в нашем храме, да, приходят, да, креститься хотим. Ну, взрослые, редко. Вот я вчера, позавчера крестил полицейского одного. Большого, кузатого такого. На речку пошли, вода мутная. В речку не окунешь. Ну, мы сейчас строим крестильный. Ну, что-то, мы уже построили крестильный храм. Специально. Окно в форме креста. На окно наклеим иконы. Спасителя, Иоанна Крестителя, Богородицы. У нас есть прозрачные иконы, которые идут. Вот сейчас купель сделаем и запускаем все это дело. Вопрос, конечно, самый трудный, это финансовый вопрос, потому что их просто нет. Я допустим, вот, пенсия у меня, какой-то заработок есть, потому что я, допустим, церкви зарплату не получаю. Нигде. Ни копейки. В церкви ничего я абсолютно не имею. Потому что у нас нет в церкви обязательных каких-то платежей. Пришли крестить. Покрестили. Да. Сейчас про домашнее хотел спросить. Это домполит мне позвонил, когда завтра, значит, занятия проводить. Вы как с Игорем Глушковым познакомились? Где? Да я грешным делом не помню. Я не помню, но помню, что он у меня здесь был. Вот. Храм ходил наш, который там, в селе. Походил там. А он не приехал, да? Да. А что? Он собирался переехать, кажется? Он собирался переехать, но потом что-то там поменялось. А что у него поменялось? То есть вы ничего не знаете? А как я могу знать, если я живу здесь, а он живет за тысячи километров? Да нет. Ничего он так особо не говорил. А я нелюбопытный человек, я не спрашиваю. Я понимаю так. Человек решил что-то делать? Значит, делай. Если какие-то обстоятельства возникли, но чрезвычайные, ну то скажи, что вот у меня там такие обстоятельства, я там поменял. Ну, он не говорит какие обстоятельства, я его не спрашиваю. Значит, там. Он хозяин самому себе. Не то, что это меня ни в какой степени не интересует, или я равнодушен к этому, нет. Но человек праве сам решать свои вопросы. Ну да. И никто ему не указал. Я лично так понимаю. Вот у меня есть мои вопросы, которые я решаю. Вот построил церковь. Это церковь не просто церковь. Это церковь покаяния, запокинутая разрушенная деревня и села России. Которых сегодня по статистике, по нашей, сносится порядка 25 в день. Это Дума государственная объявила эти цифры, поэтому это не я по телевизору. Это страшная вещь. Вот я и построил церковь, потому что каяться нам пред Господом, не перекаяться за то, что мы людей сгоняем с родных мест. Всякими обстоятельствами, которые сами мы их создаем. Ни работы, ни земли поотобрали, все поотобрали. Сейчас же только разговоры такие идут, что вот, бери и занимайся хозяйством. Брехня это все, по-русски говоря. Те законы, которые сегодня действуют, они действуют только в интересах крупного капитала. Но если мы с вами православные люди, если мы с вами Слово Божие знаем, и мы знаем, что без Господа ничего у вас не произойдет, значит, это все происходит по воле Божьей. И этому нужно радоваться. Вот мы и радуемся. Живем как можем, но радуемся. Во всяком случае, не печалимся. Потому что, когда мы начинаем по-своему мыслить, когда мы начинаем свое я, свое понимание ставить выше всего, всего, мы впадаем в заблуждение. А если мы всегда сравниваем свою мысль с Божьим Словом, вот здесь ошибки не произойдет. И тогда все становится на свое место. На свое место становится революция. На свое место становится этот разбой, который сегодня. Мы можем его называть как угодно. Разбой там, или демократия там, или что. Но все по воле Божьей. Значит, нам это в назидание. Господь же сказал, накажу, но не оставлю. Так же нам сказал. Он же не будет от своих слов, от своих действий заотрекаться. Это же Бог. Тут никаких сомнений нет у человека в Слове Божьем. А раз это в назидание нам, раз это в наказ нам, значит, радоваться нужно. И из этого, конечно, делать соответствую для себя и умозаключения, и свою жизнь, руководствуясь этим и строили. Я хотел спросить еще. Можете рассказать, как вы к Богу обратились? В каком возрасте? Что по буждениям к этому было? У нас в семье народ наш древний. Это вот моего деда, дядя. Дед у меня 88-го года рождения. Он 65-го года рождения. Их отцы были родные братья, Николай и Федор. Поэтому если начало идет оттуда, как мы можем быть в Нембуху? Ну как? Если Волынский князь Бобрук пришел к князю Дмитрию и сказал, я снимаю свою княжескую корону и становлюсь под крыло Москвы для того, чтобы создать одинное мощное государство. Мы же помним нашего святителя Алексия, да? Который государство создавал, собственно говоря, московское, да, русское государство. Государство создавал. Иерархию создавал по типу божественной иерархии. Вот так и идет потихонечку. И бабушка меня за ручку брала в храм Божий водила. Здесь в Майкопе пел я в хоре. И у родителей моих иконы всегда стояли. Несмотря на то, что отец был очень крупным начальником, который Сталину каждую неделю докладывал о проделанной работе. И все дамы ходили. Так что у нас не было такого явления, что где-то витал-витал, а потом раз и прибежал. Мой помощник даже на эту тему недовольно выражается. Вам хорошо, вы всегда на своем месте, а мы туда-сюда живем. Причем тут это? Ты же знаешь причем? Одни пришли с утра работать, другие пришли с обеда, другие к вечеру пришли. А по динарию все получили. Когда не пришел, тогда и получишь. Главное, чтобы пришел. Поэтому вот такой ответ. еще вопрос, пожалуйста. А вот что в вашей жизни было такое, может быть, необычное, чем могли бы поделиться, когда вы явно увидели, что вы избранник Божий, что вы слышали голос Божий, к чему-то он призывает. Я понял вопрос, но это не ко мне. Потому что считать себя избранником Божиим это великое тщеславие. Это не для меня. Вот я сколько могу, столько служу. Я организовал, скажем так, семь приходов с нуля. Нашел помещение, отдел как церковь, служить начал, укомплектовал все целиком, начал первые службы, отсюда ездил за 60 за 100 километров, крестил, и на крещениях были ужасные случаи, падали полузамертво, значит, крещаемые, великовозрастные. А почему они падали в оборот? Нормальное явление. Если при крещении человек теряет сознание, это ненормально? Это нормально. Это нормально. Пусть теряет, пусть падает, божкой бьется в асфальт или в пол. Это нормально. Он поймет, дойдет, все нормально станет. Хуже, когда они приходят, а болтаются там где-то. Вот, всем приходом сделал, передал священникам. Епископу у нас очень был сильный епископ, он сейчас митрополит Красноярский. Он это дело поддерживал, одобрял всячески. Вот, потрудился сколько мог, вот эту церковь построил. Вот сейчас рядом в церкови духовную школу строил. Молодежный центр, так скажем, да? Проходят как подсобные помещения церкви, ну действительно подсобные помещения церкви. Там и трапезная, там крестильный храм, там парашютный класс, там летный класс, духовный класс. Молодежь что приходила, храм божий, читала, училась, и занятия что-то там проводить. Вот сейчас мы там практически доделаем, осталось полы постелить и стены поштукатурены и побелить уже. Если по-хорошему, человека четыре за неделю, за две уже там сделали. Ну, нет четырех человек, вот делаем как могу, как получается. Ну, нормально все. Поэтому сказать, избранник божий, ну это я думаю, что никто не может так сказать. Бог сам изберет кого-то, того изберет, тому он и скажет, мне он не говорил. И я даже, и я боюсь всего этого, вообще, всех этих вот таких мыслей, потому что это уже великое тщеславие божьет. Вот поставили тебя и служили. Заслужишь, как создаватель, как творец оценит. Потому что мы бывает и делаем много, а все в пустую. А вот если человек с любовью делает, вот это да, это тогда хорошо. Во всяком случае, вот, я чувствую по себе, что я все делаю с любовью. Не ради славы там какой, не ради там еще чего. А на слава и так, вон, мизали, видите, сколько, это уже завоенную службу церковную медаль десантников, медаль сто лет военной авиации, медаль сто лет ВВС. Это в полках присвоили уже. Это они там. Но это все мирское. Это все мирское. Это так. Он повесил, чтобы если кто начинает гавкать, я говорю, ну на вот посмотри там. Поэтому на ваш вопрос ответ такой. что посмотрим по второму пришествию. Отмечен, не отмечен, заслужил, не заслужил. А пока тут, пока до второго пришествия просто трудиться. Насколько ответ. Так, вот патриарх Кирилл проехал до Дальнего Востока. Мы в прошлом году проехали тоже до Владивостока находки. И он сказал, это напечатали везде церковная хроника, состояние церкви тире духовной развалины. Что он имел ввиду? Ну, это надо у патриарха спросить, что духовно разваленная. Вот допустим, у нас община церковная, которая уже 11 год, здесь в Селесеринском, где Игорь был. Вот я, например, сейчас могу сказать, что это действительно община. Что кроме духовного интереса, который объединял обо всех, да? Здесь просто все друг к другу чувствуют любовь. И все. И когда где-то с кем-то что-то случается, где-то еще что-нибудь, всегда незаметно как-то человек к человеку подойдет, просочувствует, ему еще что-то сделает. Там нет никаких жесткостей, никаких дисциплин особых, там еще чего-нибудь нет. Вот мы в воскресенье служили в полку литургию в честь всех святых в земле российской просиявших. Это престоль литургий полка. Тейков в честь всех святых. Все информацию передали, что вечером служим. И в шесть утра выезжаем в полк. Все пришли, сели в машину, запели и поехали. Никто не сказал, что вот мне корову дают, мне там кур кормить, мне там старика нужно там своего покормить или еще что-то. Вот нет. И старики покорблены, и куры покорблены, и коровы подвоенные, и стадо выгнаны. То есть они нашли решение своим вопросом домашним, мирским, а духовный вопрос поставили выше всего. Приехали в полк, развернули церковь на плацу, на плацу служит литургия, развернули, церковь мобильная, так она и называется, отслужили красиво, потрапезничали красиво. В этот день полк, закатив грандиозный праздничный обед всему личному составу, то есть это мы обговорили с командой полка, с начальником тыла, с начальником продовольственной службы, тем более это очень сложно сейчас, потому что армию кормит, не армия, кормит гражданское. Это, конечно, каждый может думать по-своему, но у меня мнение такое, что это неправильно. Аще война, аще какое еще мероприятие, где будут гражданские, не где дома. Ну, это субъективное мнение. Наверху там пущать думают сами, но во всяком случае, вот, все было по-праздничному и, как положено в армии, четко, поминутно все мероприятия, построения, разворачивания, все. Так что вот таким образом. Еще, пожалуйста, какой вопрос? Я не спрашиваю, довольны вы моим ответом или нет. Такой есть ответ, такой есть. Да. Отец Зимитрий Смирнов, он как главный считается по связи с силовыми структурами, как называем, правая рука патриарха Кирилла, он часто выступает в интернете в живом виде. И вот он говорит, ну, я вот вам расскажу, она стоит в храме, одеты, перед ним люди, вот, подходит ко мне одна бабушка и задает вопрос, а сам глаза закрыл. Да такой вопрос зададут, что не сразу ответишь. Батюшка, можно задать вопрос? Я говорю, давай. Вот так махнул рукой. И она говорит, вот я когда в храм иду, на остановке стою и голосую. И вот если мусульманин едет в машине, он меня довезет, деньги никогда не возьмет. Я даю, он говорит, как же брать с тебя, ты в храм едешь? Да ты и мать мне. Но если везет, говорит, русский, крещеный русский, он обязательно с меня возьмет. Это моя работа. Так вот, я скажу, говорит, вам, что мусульмане эти ближе к Богу, чем наши крещеные. Это он в храме говорит. Отец Дмитрий Смирнов, вам уж тем более известный. Почему? Он мне не известный. Я его лично не знаю. Ну, не знаю, но слышали. Это главное, говорит, по военным связям, структурам, воинских частях и везде. Почему? А ты бы взял бабушку, отвез, да заплатить уже где-то надо, да занес бы ей вещи, говорит, где-то. А он, говорит, не знает ни добра, ни милосердия. Давайте этот вопрос посмотрим так. Мы живем здесь в республике, которая 20% мусульман. мне по роду деятельности, потому что я занимаюсь не только священницкой деятельностью, а занимаюсь, это газ проводить нужно, и речки, значит, в руках водить, и кого подтопило, кого затопило, кого там еще, что-то недавно был поток пруды, порвало тут все, да, ну, много всякими вопросами. И постоянно мы с мусульманами, ну, с адынами, так скажем, да, которых много крещенных, очень много крещенных, и я их много крестил, и юриста вот недавно крестил, которые мусульмане были, они полны чин отречения, все совершили, ну, тут епископ мне сказал, что это только он имеет право чин отречения, значит, проводить. Я говорю, что там не написано, что архиереи там написано, чин отречения, поэтому, простите ладыко, если я превысил свои полномочия, винюсь, ну, факт уже случился, все, да, то есть мусульмане, не то, что массово там или как, они принимают крещение, а что касается, допустим, национальности, и, скажем, начальной принадлежности к какому-то, какой-то религии, к какой-то форме вероисповедания, то все же главное выступает не сама религия, пожалуй, а то, что человек приобрел или от этой религии, или от семьи, или по своей сущности, кем он является. Сколько у нас в тюрьмах сидят крещенных и православных? Я работал на 17 лет с заключенными, я знаю, очень много. То есть, он не внял призыву Христа, а раз он не внял и пошел, значит, по преступному пути, значит, он получил, а все же по воле Божьей происходит, значит, он получил там даже определенное наказание. Но Господь ему милостливое наказание, отсидел там 3-5, сколько лет, и выпустил, да? Кому там больше, кому там меньше, кому что. Но во всяком случае, христианин, принимающий крещение, он же принимает обязательства. Он не просто выдали ему паспорт, и в паспорте написали христианин, там русский, ну сейчас уже не пишут там и национальности, да? и он не приобретает, как вот институт заканчивает, получает диплом. Он интеллигентности не приобретает, он даже знания, мягко говоря, не приобретает, потому что опыт, работа, все в сумме, человеческое твое существо, они только дадут тебе возможность стать инженером, специалистом во всем остальным. Христианин это тоже наука. И с крещением самим, с изучением каких-то документов христианским, христианином еще не становится. Процесс становления христианина это вся жизнь. И умирая грешить будет. Но вот если он, христианин, вспомнить, что нам Господь сказал, что я пришел не править никому, а грешных привести к покаянию. И при одном толкающем грешнике на небесах праздник великий случается. о чем это говорит? Это говорит о том, что грешники все. Что грехи самые разные всяческие. христианин, но главное, чтобы в этом грехе и в своих грехах человек каялся, чтобы он осмыслил, чтобы он пытался их не творить, чтобы он становился христианином, чтобы он выполнял ту заповедь, то предназначение, которое Господь сказал, что грешных привести к покаянию. Это задача Христа. Он ее через нас выполняет предотцом своим небесным и нашим. Поэтому я считаю, это нормально, что человек христианин по документу пока еще не кается. Пока он еще с бабушки деньги берет. Пока еще выглядит перед ним мусульманин конкретный какой-то, а не весь ислам целиком. Это большие разницы. Мусульманин, который сделал бабушки хорошо и весь ислам. Вот у нас ислам, допустим, здесь, на Кавказе, он не такой, как в Афганистане, как в Пакистане, как в арабских странах, как в Африке сегодня. Он не такой. Этот ислам не знает ничего. Этот ислам начался здесь в 1639 году. А до этого они были гораздо ближе к православию и православными были. Все 16 веков, как Андрей первозназначенный прошел здесь, как прошли здесь великие, вот так они и насадили здесь. Поэтому и тот ислам, который подвез бабушку, он в своей крови православия и православия имеет несравнимо больше, чем ислама. Вот я звоню, вот видишь, у меня сколько тут всех, всего. Вот звонил, говорю, мне нужно на аэродроме туалет выкопать. Аэроплуд начал работать, я вот по субботам бросаю парашютистову, летаю и подняли туалет, переставить с места на место. Он развалился, бетонный был. Вот сейчас туда позвонил, туда позвонил, сюда позвонил. Доложили. Все, батюшка, вы выкопали. Но вы не видели потому, что вы не подошли вплотную. Я же всю землю, которую вынул, разровнял там, вокруг. А я подошел, смотрю, в Украину и завел. Вот половина из них мусульмане, половина из них наши православные. Все вместе вопрос решили элементарно и просто. Вот церковь. Начальник ум 3 присылает сюда своего сына Шхамбили Ясович Миритуков адых. Сына Айдамира сын поезжай, посмотри, и что батюшка скажет, там значит сделай. Это нормальные человеческие отношения. А то, что он на сегодня допустим считается мусульманином, я как-то одного спросил, ну ладно, мы крестим, да? Таинство, крещение, все. А вас как? Да никак. Считается, что мусульмане считаются? То есть они к этому никак не относятся. И поэтому тот человек, который не взял у бабушки, он нормальный, хороший человек. А что он мусульманин, это ровно никакого значения не имеет. Ровно никакого значения не имеет. И поэтому считать, что ислам в каком-то плане, в какой-то степени воспитывает человека, ну скажем, в более христианских отношениях, в христианском плане, абсолютно нет. Я изучал Коран. И мы с мусульманами тут, значит, на эту тему встречаемся неоднократно. Что в исламе? Те же имена, те же события. только в большей степени упрощенная. И очень много послаблений. Очень много послаблений. Вот мы про отца Даниила Сысоева не могли бы сказать, сейчас вопрос идет о его канонизации. Как его работа была известна вам? Нет. Убили? Нет, абсолютно. Я слышал фамилию, там все, но я его не изучал, его никаким образом не могу оценивать. А комиссия как? Пусть комиссия там уже сидят умные. Я что? Мне в своем туда гнездышки бы сделать. Он среди мусульман работал очень серьезно. вы знаете, я не сторонник скажем так лазить чужой курятник. Мне бы в своем справиться. Вот дали мне задачу, поставил Господь задачу любому священнику нести слово Божье народу. А когда я начну заниматься там мусульманом ходить, баптистом, к адвентистам, к социалистам каким-нибудь, там еще что-нибудь, да? Да они ко мне сами ходят. Вот приходят вот у меня в телефоник там десятки написанные и введенные, и в братья, и все остальные, да? Батюшка, вот давайте вот к нам туда-сюда. Я говорю, так, мужики, закончили эту тему разговор, давайте находите общий контакт. Что вы можете полезного сделать вот для народа? Вы о народе беспокоитесь? Да. Я говорю, давайте будем, что вы? Ну, Батюшка, вот мы выпускаем вот евангелия вот такие вот, то-се, там, значит, псалты, там, и деяния апостольские, все на русском языке, канонически, ни одно слово не испорчено. Принесите, я почитаю. Принесли. Прочитал, все. Я говорю, все, замечаний никаких нет, верю на слово, только вот эти странички, которые вы печатаете, напечатано там-то, вот это вот там-то, евангелисты, там, эти самые. Я говорю, это ни к чему, потому что там, где слово Божие, там, где должно быть обозначение своей принадлежности, это уже у вас тщеславие полезло, уже все остальное. Поэтому бойтесь, потому что Господь ведь может мал-мал-мал и как-нибудь повоспитывать вас за такие вот гордыни. Вот они отпечатали сейчас, без всякого, книжечка очень удобная, ну вот мне там пару тысяч принесут, мы занятия проводим, каждому раздаем, у каждого в кармане лежит Евангелие, Цалтырь, Деяния, апостольки, там, послание. Все нормально, поэтому, а если я, ну, пусть вот Цесоид, там, батюшка работал с мусульманами, но это его вопрос, значит, у него призвание к этому или предназначение, или его туда определили, там, в власти епископской, потому что у нас же у всех есть епископ, правильно? Мы все ему подчиняемся, в епархии мы подчиняемся епископу. И мы должны выполнять то, что нам. Вот я был, допустим, главой миссионерской службы нашей епархии. Вот я открывал приходы, ну, я стал главой тогда, когда уже на открываться было куча, уже по факту, да? Я этим вопросом занимался и своим приходом, конечно, и все остальное, там, что положено, делали. И литературу выпускали, и готовили, там, и все, у нас Иван, или выпускали, молитву выпускали, тысячами, раздавалось это все людям, в армию все шло, никаких днях, вообще там мыслей не было, разговоры, Поэтому, а, канализация, так, я сейчас хотел вам о вас услышать вопросы, батюшки, я доволен, что вы согласились побеседовать, открыто, я люблю. А как я могу не согласиться, и вообще, но я еще хочу и послушать от вас что-то, раз у вас вопросы кончились, вы теперь расскажите что-нибудь. Я вам хотел сказать у Игоря, у него помолиться, у него положение полностью изменилось. В каком смысле? В лучшую сторону? Жена подала на развод и развелась. Из-за чего? Просто так прыщик не скучит. Ну, причина какая? Причина, главная, Матфея 19 глава, он не виновен, у него ничего не было, а остальное все с той стороны было. Мы рядом живем. Нет. Вопрос житейский, вопрос конкретный. У него изменилась в худшую сторону. Жена уходит. Значит, жена натворила всяких дел неприличных, из-за чего он ее изгоняет, или он натворил чего-то, потому что кроме них двоих никого же нет в семье. Я так понимаю вопрос? Дети взрослые. Дети взрослые ни при чем. Муж и жена решают вопрос жить вместе или жить раздельно. Кроме них никто этот вопрос решить не правит. И дети никогда не смогут развести родителей своих, кем бы они ни были. Хоть, не знаю, хоть все звезды с неба снимут, но дети никак. Ибо написано, что у нас в чине венчание и прилепится муж жене своей, станут единой плотью и занерзучат люди на земле. Ибо брак и совершается на небесах. Значит, кто-то из них наделал такого, что здесь в миру они собрались развестись. Но брак-то развести нельзя. Вы вспомните Моисеев, как Господь на эту тему сказал и ученикам своем ответил, что Моисей разводное письмо дал вам по жестокосердию вашему. И он влюбился в другое, это убивает, да? Но не было Божьего повеления на то, чтобы производиться. Не было. Поэтому не существует разводов в православном мире-то. Однако венчают при живых женах два и более раз. У меня священник знакомый Тульской епархии. Я пришел в архиве примерно вот такие две стопки на столе. Это только бракоразводные дела. Батюшка сказал, что я венчать больше не буду. Отец Иоанн. А кто он такой, чтобы сказать, что он венчать больше не будет? Ну, кто он такой? Ну, жена живая осталась. Нет, минуточку. Как может священник заявлять так, что он никого больше венчать не будет? Разведенных живых женах вторично венчать? Так это совсем по-другому должно обвенчать. Вот когда была разводная, архивеев сказал, что архивея разрешают. он говорит, больше обвенчать их не буду, потому что они вторично разводятся. Вот это прямо беда избит сегодня. Вы знаете, у меня был такой случай, вот звонил который сейчас замполит, что у него была жена. И они соответственно разошлись, ну мирской брак у них там был, вот они разошлись, и он говорит, батюшка, вот я понимаю, что нужно венчаться. Ну вот я же женатый был. Я говорю, ну ты венчался, не венчался? Нет, я не венчался, ничего, ну женат был, поэтому я хочу по-честному, чтобы все это состоял. Я говорю, ну давай напишем письмо архивею, обозначим все позиции, как, что было. И архивейское решение будет уже законом, разрешит он или не разрешит. да. Ну, он написал прошение, я написал свое, значит, мнение, потому что у нас архивей и тот, и все, это вообще по закону положено, что священник, у кого, значит, этот человек, он высказывает свое мнение на эту тему. если необходимо, то какие-то подтверждения, там что. Я ему написал, значит, все, что вот такой-то запалит, такой-то майор, вот такую-то работу проводит, вот такое, что относится к духовной стороне жизни, совершенно серьезно. И поэтому, значит, несмотря на то, что у него был брак вот такой юридический, который закончился вот плачевно таким образом, потому что причина здесь значения не имеет. Ведь как было написано там, что Моисеем закон, если он блудит или она блудит и там это самое. Нет, Господь сказал, нет и все, никаких разводов. Ну вот и написал, что я бы считал возможным повенчать эту пару. Ну, Артелий меня призвал, поговорили мы все и решили, что это будет нормально, по-православному, что новая семья, более того, он принимает на воспитание трех дочерей этой женщины, которые у нее там каким-то образом родились. Ну вот, живут нормально, более того, сейчас он уходит на работу другую совершенную, отсюда из части он уходит, ну, переводит его совершенно на другие места для совершенно другой работы, но он при всем этом вот, пока не уедет, он будет все же заниматься и организовывать, и занятия, и все остальное, вот я ждал его звонка, вот он позвонил, же, да, все, поэтому, как мы можем тут сказать, если Господь сказал, что вот так, значит, вот так и должно быть, а второй, третий, десятый, пятнадцатый раз, это, это опять читай, что сказал Господь, от Вас вопросов, хочу услышать, мы будем готовиться сейчас спать, во-первых, Вас освободим, да и мы уезжать будем рано, сразу полагомословимся, и нам нужно добираться к себе, у нас следующая поездка сейчас идет идти на Грузию, Армения, Азербайджан, на этой неделе, оттуда через Дагестан, были мы в Печне, а что они Вас в такие дали вносят, что дома работы нету? Более важная. Что значит более важная? Там что, полный порядок или полная разруха? Полный порядок. Ну так, а что полный порядок? Вот Алтай, вокруг Алтая еще, вокруг Алтая еще, и как Вы вот сказали, что, кто там ездил, патриарх или что, что там беспорядок, да? Не беспорядок, а развалины духовные. Ну развалины духовные, так надо же их тогда латать там восстанавливать. Вот этим и занимаемся. Так, так там же надо делать, а не кто знает куда. Есть. Я не знаю, Ну, наверное, у Вас есть финансы какие-то там, что уедет туда-сюда. Сиренный, богат наш Создатель, который разрешает делать. Создатель? Вы едете Творца, Господа? Да. Это понятно. Но, я когда еду в полк, и у меня пустой бак в машине, а мне в полку, допустим, не дадут ничего, когда дадут, когда не дадут, да? Когда еду в 99-ю, когда еду, допустим, в 207-2-ю, и транспорт свой, и бензин свой, и все остальное, я не думаю, что я делаю плохо, что вот провожу занятия с солдатами, с офицерами, там, а с офицерами очень сложно проводить занятия, потому что они думают, что они уже все звезды с небеса собрали, да? То есть, получается, что я делаю плохо. Мы сейчас проехали, раз метр варед, бак ничего не заливает. Были бы в Ингушетии, в Северной Осетии, были в Грозном, в Чечне, вот, Карачаева, еще есть. Я эти места знаю, я их с детства обедил, потому что мы, мы из рода лесников. У меня отец лесник, дед лесник, прадед лесник, вот, вот, самая его там, фотография, лесик, да, лесник, заслуженный лесовод, СССР, значит, так, вот, я, поэтому я эти все места знаю прекрасно, людей знаю, и на тех языках, я завожу, сюда, зато, поэтому, нормальный народ, никаких этих самых заумностей нету, как везде, и различать, где русский там плохой, или в Чечен хороший, или наоборот, Чечен плохой, русский хороший, неправомощно совершенно, в любой национальности хватает, и тех, и тех. все опять же о том, как пришел человек к Богу, или не пришел, как коснулась рука Божия, или не коснулась, он избирает, помните, как Иисус Христов говорил, ты мне их дал, да, и я сохранил, их кроме сына погибели, да, что ты скажешь, все, Господь сказал уже, только бери, доделай, мы будем благословляться у вас, пойдем немножко отдохнем, так вы что, в машине спите ли день? ну, ребята могут, если есть, ну, может, могут и в дом, а я в машине, у меня с собой собака, я с собакой еду, охраняет нас, ну, пусть охраняет, но второй месяц уже в пути, она одна поспит, нет, я от машины не отхожу, там, мне легче, я встаю неоднократно ночью, и просто, ну, дело хозяйское, у нас комната, с вашей стороны, вопросы какие, а то мы сейчас расстанемся, может, что-то есть спросить, еще, а то я ваш должник, столько вас время отнял, послушал, да, ну, ради бога, вы должник, какие долги тут могут быть, между людьми, которые делают одно дело, какие-то долгов нет, а вот, вы ездите, вот по республикам, там, где, как у вас организуется весь процесс проповеднический, что вы там, встречаетесь кем-то, выступаете где-то, кто организует, как организует, что там, поприедешь, ведь куда-то, как положено, представляется, аж архиерею правящему, на чью территорию приезжаете, потому что, другой вариант, скажем так, не симпатичный, вот я, допустим, приезжаю в Ростовскую область, я всегда захожу к архиерею, что владыка, вот, ступил ногой на землю, одержили мои родственники, родители по матери, там, и все, значит, предки, там, да, он, батюшка, он, за Игоря помолитесь, батюшка, чтобы, нет, вы так и не ответили на вопрос, что там случилось, что там случилось, то, о чем Господь сказал, кроме вины и любви, этого не было, не стоит, с другой стороны, этого не было, нет, ну, мы же, мы решили, причем тут все остальные дела, никто не вправе вообще, людей разводить, он решил не ехать, сюда, жена забунтовала, и на этом, на этом, нет, тут вопрос опять же, напрашивается, он муж, он сказал, я бы не поеду, обдумал, увидел там, дома держит коров, у него все-таки содержит, семья семь человек, детей, и все-таки, это немалый труд надо будет, и переменил мнение свое, а жена воспротивилась этому, и отсюда дальше все началось, он ни под каким видом, решил не ехать, она любым выехать, не выезжаешь, она пошла, по-другому, а чем объясняется, решение его, вернее, изменение решения, потому что он решил ехать, он всю семью настроил на поездку, потому что он сказал, здесь когда был, все, я приехал, посмотрел, да, мы сюда переезжаем, нам здесь нравится, значит, никто дома не против, все за, и все остальное, это было его решение, и никто, что бы ему не навязывал этого решения, я же не знал, что он ездил, у меня вообще тут не было, нет, он приезжал, ездил, посмотрел, поездил, вот круг я его повозил здесь, да, речки посмотрел, горы наши, курганы, леса, там, ну, тут уникальнейшие совершенно места, он говорит, все, сюда мы переезжаем, вот здесь, батюшка, мне, значит, земли кусочек, пожалуйста, я все документы ему оформил, он все документы мне прислал, копии паспортов, доверенности, все, гору работы сделали, место, значит, решили, землю приняли решение выделить, ну, все, как положено в нашем государстве, да, все, я сказал, что да, все готово, пожалуйста, ну, по телефону, позвонили, да. Вот что вы говорите, я абсолютно еще этого не знал, я в городе живу, я вообще не потеряю, да, даже не слышал, что это. Этот вопрос был решен, решен положительно, там, ну, какими трудами, каким, что там, ну, решен, потому что у нас есть тут подпольный закон, что кто, значит, не в Краснодарском крае, и не в Адыгее, тем, особенно там, землей, не очень, да, ну, решили, все. И сколько тут соток ему вырешили? 50 соток, как положено, ну, конечно, 50 соток, плюс выпасы же здесь, плюс еще тут, потом тут же куча еще земель, которая просто никакая ничья, бери, поси там, поси траву, заготавливай, сено там хоть, сто тонн, хоть тысячу. А Адыгеи, вот здесь, в основном, какой веры они? Значит, 86% православных, это не Чечня, это не Дагестан, ну, Чечню я знаю разную, а теперь 1% русских остался? Я Чечню знаю, когда еще там были казачьи станицы, еще целый поиск казачьих станиц был, когда православие там было основное, ну, сейчас там немножко разруха произошла в этом плане, ну, ничего, опять же по воле Божьей, опять же нам назидание, думать надо, соображать надо, молиться надо, так что тут, все, а то, что он меняет свои мнения, и, скажем так, нет никаких к тому причин, жена не гуляла, а он не писал вам, почему? Да ничего он там не писал, жена не гуляла, дети, мягко говоря, почти все взрослые, насколько я знаю, там сын уже у него, по-моему, институт закончил, да, или что там, он где-то научил, обслужил армию, да, в армии, там, еще там, что-то такое, ну, я лично не сторонник, если я что-то сказал, сделать, и к тому нет, каких-то особых духовных причин, чтобы поменять мнение, все, оно должно исполняться, потому что, если человек решил, и не сделал, решил, и не сделал, решил, и не сделал, извини, это все, уже его нет, опять же, читает Писание, а теперь, как с той землей, которая же там, дома решит, ему договорить? Да ничего, выведено опять, он так написал об этом, что не поедет? По телефону позвонил, по телефону позвонил, да, что год, то все, пятое-десятое, вопрос, значит, закрывается, ну, закрывается, закрывается, баба с воду, как бы и легче, так сказал, глава района, я ему, конечно, лекции прочитал, я его вижу раз в неделю, когда приезжаю в Барнаул, ко мне заезжает, я в Барнуле живу, один раз в неделю, я его вижу, да и то не каждый, бывает, неделю через три, один раз заедет, поэтому, ничего неизвестно, а с Виктором-то, они соседи там, у нас вот соседний хуторок, вот как церковь построили, детей уже больше, чем взрослых, уже детский сад сплошной, рожают, 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 на земле работают, то все, хозяйство ведут, где-то на заработки еще там уезжают, там сейчас в Сочи заработки хорошие, там пока к Олимпиаде готовятся, да, вот сейчас уборочная идет, сейчас тоже ребята зарабатывают, очень хорошо на уборке, в этом году сложнейшая уборка, град, дождь, я сегодня вот ездил, по округе здесь, пшеница стоит по колено в воде, кукуруза по колено, подсолнечник, пруды размыло, рыбу унесло, убытки колоссальные, вот сидит хозяин пруда, да, Сережа, ну, черев, все, Сережа, с нуля начинать, я говорю, да, батюшка, с нуля начинать, надо 200 тысяч найти, значит, кредит взять, там или еще что-то, дамбу опять отсыпать, все это дело начать, все, а что, говорит, делаешь, значит, за что-то, за что-то нам это есть. Ну ладно, благословите нас, батюшка, на сон, поблагодарим Бога, и вас, что меня за что? Спасибо, Христос. Таковы, с чего все молчат, она единственная в мире, она у нас, правда? Одна. Она девица, правильно? Правильно. И когда про нее пытались написать жена, подразумевая женщина, подразумевая не девица, тогда же на вселенских соборах этот вопрос подняли, и доказали, что все же она девица, и нельзя писать, что она жена. И те переводы, которые с древнееврейского делали, ни в коем случае, никакой вольности нельзя запускать, обзывая девицу женой. Это имеется в виду женский пол? Все жена, сын, это наше домыслие, извините. Там не написано, имеется в виду женский пол, покрывайте все головы. Там четко написано, жена да не войдет, храм не покровенный, жена, женщина, та, которая сможет. Нет, там не написано, не войдет, там написано, молящаяся батюшка, там так написано, 14 глава первого послания Коринфянам. Другого нет писания. Мы можем о деталях спорить сколько угодно, но там четко сказано, что жена не имеет права в храме быть, молящаяся там, хоть какая. Тогда что ж, если она не молящаяся, она может ходить как угодно, что ли? В храм идет, она должна уже показать, что она женщина. Там не написано в храме, жена молящаяся, в слово храм нет там этого батюшка, нет этого. Ну, писание можно открыть. Говорит, а жена молящаяся, не про храм говорится, она дорога идет или где-то, послежает свою главу. Опустим детали, то есть жена все равно, жена, правильно? Жена. Жена должна покрыть голову. Запятая. Муж молящийся, с покрытой головой. Жена должна покрывать голову. Да. Правильно? Правильно. А еще не жена. А еще не жена. Значит, тогда муж остается а еще не жена. Минуточку. А еще не жена. Не, не, не. Минуточку. Если жена обязана покрыть голову свою, а еще не жена обязана, нет? Ну, а еще не жена, она тогда мужчина. Там только через абитуру есть муж жена. Жена это есть женщина, которая уже, так скажем... Батюшка, там нет этого. Через запятую и сразу муж написано. А если муж имеется только мужчина, тогда мальчик может в шапке стоять. Батюшка, мы разбираем слово жена. Кто такое жена? Ее нельзя выдрать, это слово, из того контекста. Нельзя выдрать. Но, но, мы должны дать определение, кто такое жена. Если на вселенских соборах определяли, что девица, вот, а и жена писать нельзя. Ну как, нельзя, когда написано? Нет. Родился от жены. Апостол Павел дважды говорит, родился, а родилась, Христос родился от жены. Я говорю, написано. Когда разговор шел принципиально о том, кто Матерь Божия, девица все же, она девица. Мы признаем, что она девица. Она девица. И вопрос стоял очень серьезно. И перевод, который был со словом жена, он никаким образом не пропустил. У нас в Евангелии написан перевод, утвержденный синодом, патриархом. Как это уходит? Если сказал вселенский собор девица, значит она девица. Если сказано, что перевод делал неправильно, значит перевод делал неправильно. Я не могу. Я не могу. Она девица, и никто не отнимает девичество от нее. Но отнимали же. Не отнимали. Жена, он говорит, жена, си сын твой. Жена, си сын твой. И написано, родился от жены, подчинился закону, Павел говорит, от жены, от женского пола. Нам толковать не надо, божина фиферасис толковать. То есть, вы хотите сказать, что любая особа женского пола, любая особа женского пола, начинает грудной, допустим, там какой-то, мусульмания для нас пример. Не даже открытой головой быть. Это однозначно. Всегда так было. И на всех картинах, Поленова, где мы не смотрим, девочки, все в платках. Начиная с Урикова, там, Репина. Но у нас, как сейчас говорят, пояс одет. Все абсолютно, даже Лев Толстой стоит вот так вот руках. 108 раз, в Библии говорится, пояс, а без пояса только один раз. А Рапсак пришел, говорит, Николай. А я вот видел такую картину интересную. Вот школа. Ну, допустим, 20 лет тому назад. Вот они идут в храм. Приходят в храм. А священник говорит, кто хочет на исповедь? Ну, учитель их там уже подготовил. Все идут на исповедь. Приходят. Ну, он спрашивает, батюшка, ну, расскажи, вот как, что. Ну, та рассказывает, там, о своих грехах, о том, о всем. А он говорит, а что ж ты свой главный грех умалчиваешь? Почему ты вот уже школьница, а уже не девица? Она говорит, как не девица? Девица я! А тут и говорит, ты понимаешь, какое дело. Вот девица, она имеет право вот платочек не одевать. Тихо-тихо, не торопись. Что мы имеем через 5 лет в школе? Мы имеем, что девиц остается уже 80% в классе, а не 5%, как было до этой беседы. И они стоят в храме, бабки шипят, а они говорят, что матушка, ну не шипи на меня, я же ведь девица. И вот я стою, и пусть все любуются. И бабки язык притулили сразу. А что произошло еще через 10 лет? Все выпускницы, девицы. Редкость у нас сегодня величайшая. Но в этой школе, в этих классах до замужества сохраняют девичество. То есть, то, что кто-то, вот так скажем, написал об этом, он сделал абсолютно великую вещь. И если раньше при царе еще это было нормой поведения выходить замуж девицей, сейчас это весьма сильно покачнулось, то вот этот инструмент играет без фальши. А так как мы служители, и мы обязаны, чтобы у нас девочки до замужества все же не погрешали в этом деле, то такой инструмент, который так хорошо действует, пусть играет. Должно быть различие. Вы же помните, как Господь говорил про различие? Про различие. Я вам возражать не буду. Нет, но Господь говорит. Потому что я истину знаю, Батя. Господь-то говорил про различие, да? Про различие. Здесь, в данном случае, место Писания, я не могу ни одного слова добавить. Написано, кто будет не так говорить, анафема. Я не хочу попасть под анафему. Это 1 Галатам, 1,8,9. И Павел говорит, другое будет учить, анафема. Даже ангелы с неба сойдут, и им анафема. Да, если не другое будет учить. Да, другое. А это другое учение. В церкви никогда этого не было, чтобы платок сохранял и детство. Детство сохраняло, и жизнь. Ну, раз вы меня анафеме подвергли, значит, значит, все. Нет, мы сами себя определяем. Вопреки Писанию, я не могу слова добавить. Написано, не добавьте, не убавьте, иначе наложу язву. Поэтому это нельзя добавить. Ни одной буквы. Моисей много ли добавил-то? А Господь говорит, не войдешь в бетонную землю. Ну, мы же с этого и начинали, что мы не вправе что-то добавлять и чего-то от себя тяну порой. Четыре духовные академии переводили. Канонизированные два, митрополит Филипп и Макарий Алтайский перевозчики. Уже святые. Русский перевод, один из самых лучших в мире, пренебесный. Синод, зарубежная церковь утвердил, Синод до революции утвердил этот перевод, Патриарх Алексий утвердил, Кимен утвердил, Кирилл утвердил, а мы будем говорить неправильный перевод. С чего ради? Я знаю еврейский язык, лучше, чем они. Нет, конечно. Все абсолютно синодалии. Вы хотите сказать, что я от себя сказал, что неправильно? Нет, вы где-то прочитали, но это не писали. Я где-то прочитал, я читал все наши Вселенские соборы. Ну, а где на Вселенские соборы? Да. И там же разговор шел о том, что записано должно быть девица, дева, ибо дева написано в просьбе родила. Дева родила, не жена, дева родила. Дева родила, но здесь, в данном случае, апостол Павел говорит, жена, жена женского пола, он и не утверждает, что она не дева. Так узко церковь не смотрела. Видите как? Так узко церковь не смотрела. Не смотрела. А мы почему так узко можем смотреть? Ну, хорошо, теперь выходит, мне надо перевод этот отменять. Я смотрю в оригинале, перевод написано жена, смотрю на английском, на немецком нельзя жена. Ну, кто же говорит, что мы должны отменять переводы, которые сделали? Ну, там написано жена, батюшка, не написано дева. Хотя она дева пресна, дева Мария. Конечно, никто не против. Ну, добрый, проводите нас.